Как и в прежние годы, ярмарки пройдут в большинстве районных центров Брестской области. В городе над Бугом они стартуют 5 октября. Хозяйство и фермеры порадуют горожан продукцией по более низким ценам, чем реализуют ее в торговых точках и на рынках, при том не уступающей по качеству. Активное участие в ярмарках примут сельхозпредприятия. Торговля будет проходить как большими базарами в выходные дни, так и ежедневно на основных городских точках. 23 площадки у нас на территории Московского района и 18 площадок на территории Ленинского района. Для того, чтобы принять участие в ежедневной реализации плодовочной продукции, достаточно обратиться. Нынешнее лето немного подпортило урожаи сельчан. Сначала обильными дождями, потом засухой. Однако с такой проблемой в хозяйствах справились, потому и область по показателям находится в лидерах. На сельскохозяйственной ярмарке не обойдется без фруктов, меда, рыбы. В широком ассортименте будут представлены мясная и молочная продукция. Пока стоимость товаров варьируется, и за точными данными приходится обращаться к бумагам. Мы внесли предложение по ценам. Для предприятий, которые будут поставлять продукцию, цены, конечно, будут значительно ниже, чем в розничной сети. Мы просим, чтобы кротофель в зависимости от сорта качества был в ценовом сегменте от 1500 до 3000 рублей. Свекла столовая от 1500 до 2500 тысяч рублей. Морковь от 2000 до 3000. Капуста от 1800 до 2500. Какая цена сложится на сельскохозяйственных ярмарках, покажет время. Но в любом случае у горожан будет возможность найти товар подешевле, выбрать покрасивее и запастись в необходимом количестве. В некоторых городах области распродажи уже начали свою работу. Самая большая сельскохозяйственная ярмарка в городе над Бугом пройдет 19 октября. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!